Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чечения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование книги Ветхого Завета Иова на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 16 главу. Отвечал Иов и сказал, «Я слышал, слышал я много такого, жалкие утешители все вы. Будет ли конец ветреним словам, и что побудило тебя так отвечать? И я мог бы так же говорить, как вы, если бы душа ваша была на месте души моей, ополчился бы на вас словами и кивал бы на вас головой моею, подкреплял бы вас языком моим и движением губ утешал бы. Говорю ли я? Не, уталяется скорбь моя, перестаю ли, что отходит от меня. Но ныне он изнурил меня. Ты разрушил всю семью мою. Ты покрыл меня морщинами, его свидетельство против меня. Восстает на меня изнеможденность моя, в лицо укоряет меня. Гнев его терзает и враждует против меня. Скрижещет на меня зубами своими неприятель мой, острит на меня глаза свои. Разил на меня пасть свою, ругаются, бьют меня по щекам. Все сговорились против меня. Придал меня Бог беззаконнику и в руки нечестивым бросил меня. Я был спокоен, но он потряс меня. И, как мы видим, здесь отвечает Елефазу на то, что говорит, если бы я был на вашем месте, я бы тоже мог вас утешать, но вы побудьте на моем. Я бы тоже мог вас выискать какие-либо прегрешения, и мог вас упрекать, и осуждать, и в горности, и в надменности, как он говорит, губами своими, давать вам наставления. Но если бы вы попробуете быть на месте моем. То есть Иов здесь во всей этой 16 главе, не так уж большой по своему содержанию, всего 22 стиха, он взывает к друзьям своим и просит у них поддержки, утешения, как бы молитвенной поддержки. Не взирает на его состояние страдания, а с ним вместе как бы призывает их к состраданию, а не к обличению. Но мы видим, что все происходит иначе. В речах Елефаза и друзей только обличение, только желание найти в Иове какой-нибудь порог, для того, чтобы не чтобы уврачевать его, указав на его какой-то грех, а для того, чтобы как бы возвыситься и сказать, ну вот мы, мы же тебе говорили, что вот так. И по этому поводу действительно есть в Древнем Патерике интереснейший рассказ Ава Пимен. Да, вот Ава Пимен, когда пришел на жительство в страны Египта, то далось ему жить подле брата, имеющего жену. Старец знал это, но никогда не обличал его. Стучилось жене родить ночью, и старец узнал об этом. Призвал к себе меньшего брата и сказал, возьми с собой один сосуд вина и отдай соседу, ибо он теперь нуждается в этом. Праздник. А братья не разумели его поступка. Посланный сделал так, как повелел ему старец. Брат, приняв это на пользу и покаявшись через несколько дней, отпустил жену, наградив ее на случай нужды, и сказал старцу, отныне я каюсь. И ушедший от него выстроил себе поблизости келью и из нее входил к старцу. Старец наставлял его на путь Божий и приобрел его. Конец стат. Мы видим это удивительно. Казалось бы, для человека, непосвященного, что ли, или около церковного, эта история выглядит странно. Как это так? Монах, какая-то женщина, у другого брата, он даже ничего не говорит. Когда рождается сын, он там отправляет вино, понимая, что происходит. А, ну у тебя праздник, сын родился, или кто там, ребенок, вот тебе вино. Но брат этот понимает, и грех, он, то, что он сделал, впал в грех, он осудил уже себя. Но не было того, кто бы ему сострадал или кто бы ему посочувствовал в этом его падении. И тогда он видит это в Аве, который посылает ему вино. День рождения, вино. И тогда он кается, приходит к старцу, полагает начало покаяния. И, как сказано, и старец приобрел его. Таким образом спас человеческую душу. Поэтому, когда мы думаем о том, обличить нам человека или не обличить в каком-либо грехе, подумаем, а для чего мы это делаем? Для того, чтобы возвысить своей гордостью, вот какой я праведник, а ты грешник? Или для того, чтобы исправить человека, помочь ему выйти из этого состояния заблуждения и греха, в который он впал? Если второе, то тогда обличение наше правильное. Проверим себя. А готов ли я душу свою? Есть ли любовь действительно во мне? Готов ли я душу свою положить за друга своего, дабы исправить его? Любодея, лихаимца, пьяница, еретика. Готов ли я исправить его? Поэтому ли я обличаю? Или просто возвыситься своей гордыней? Что движет нами? Любовь Божья? Или елефазовские речи? Готов и умереть. Если не готов, лучше воздержаться от обличения пока. И подождать, помолиться, найти какое-нибудь лучшее время, как нашел это Ава Пимен. Все знал. Но нашел лучшее время для того, чтобы исправить брата. Итак, мы видим, что Иов взывает и просит о том, чтобы его друзья утешили. Так и говорит, подкреплял бы я тоже вас моим движением губ, да, утешал бы вас. Говорю ли я? Не утомляется. Скорбь моя перестаю ли? Что отходит от меня? То есть, то, что вы так делаете, это только на словах, но не делал, утешая. Ничего от вас не убывает и не пребывает. Вы не страдаете. Свидетель Григорий Великий пишет, цитата, «Развращенным умам, которые не исправляются проповедью людей, иногда нужно добродушно желать исправления от Бога». Слышите? Какие удивительные слова. «Развращенным умам, которые не исправляются проповедью людей, иногда нужно добродушно желать исправления от Бога». Когда это делается с большим усердием в любви, то есть целью является не наказание заблуждающего, а его исправление, молитва, как здесь показано, лучше, чем злословие. Здесь показано то, что своими словами блаженный Иов стремится к тому, чтобы друзья его, не знавшие в его горестях сострадания и любви к нему, на опыте смогли увидеть, как нужно иметь жалость к чужому страданию. Подверженные боли, они собственным страданиям должны научиться, как нести утешение другим. Они тогда станут жить здоровее внутри, когда станут более чувствительны и сострадательны к немощам вокруг себя. Конец цитаты. Действительно удивительные слова и наставления, святая Григория, двои слова. Далее 11-15 стих сказано, предал меня Бог беззаконнику и в руки нечестивым бросил меня. Я был спокоен, но он потряс меня, взял меня за шею и сбил меня и поставил меня целью для себя. Он рассекает внутренности мои и не щадит, пролил на землю желчь мою, пробивает во мне пролом за проломом, бежит на меня, как ротоборец. Здесь отцы церкви, например, Климент Александрийский, видит и указание на пророчество о Христе. Действительно, вот что он пишет, действительно это так, это видно здесь ярко из этих слов. Цитата. «Предал меня Бог беззаконнику и в руки нечестивым бросил меня, что значит дьяволу и ангелам его. Но это следует понимать и в отношении Христа. Когда он предан был в руки иудеев, я был спокоен, но он потряс меня, взял меня за шею и сбил меня и поставил меня целью для себя. То есть из богатого стал бедным, а Христос, будучи Богом, стал человеком». Помним, как сказано этого апостола Павла, «Он обнищал ради нас, принял зрак раба. Окружили меня стрельцы его, он рассекает внутренности мои и не щадит пролив на землю желчь мою». Упоминаем здесь стрелы, надо понимать, как переносимые иовом мучения, но и как и богохульство, которое Христос претерпел от иудеев. Итак, далее продолжать. Слова «рассекает внутренности мои» нужно также понимать в отношении Христа. «Ведь иудеи до такой степени преследовали апостолов, что они ранили неверием и отречением от Христа тех праведников, которые родились в каком-то смысле из лона Христового учения». И приводит здесь апостол Петра. Вот, например, Петр действительно говорит «не знаю человека сего». Видим, что здесь обращается внимание не только на то, что многие из апостолов, все 12, кроме одного, пострадали. Иоанн Богослов только умер своей смертью. Пострадали за Христа, были распяты, усекнуты мечом. Но также говорит еще об одной опасности. Какой? Опасности той, что некоторых поколебали в вере. Как апостол Петра, например, который отрекся, но потом горько плакал. Поэтому безжалостное отношение к людям, оно часто губит людей. Вот это невнимательное отношение. Я даже вот как-то помню, кто-то давно уже сказал такие слова, я верю, что они, конечно, подчеркнуты из какого-нибудь синтетического наследия. Люди прощают все. Люди не прощают ни любовь. Ведь могут простить все. А вот ни любовь не прощает. А сказано, если вы не простите, то и вам не простят. А если нас не прощают люди, простит ли нас Бог? Там есть о чем подумать. На горячивые друзья мои обращается Ио в последних стихах 20-22. На горячивые друзья мои действительно много говорят, но в их словах нет утешения. К Богу слезит око мое. То есть Ио говорит, я обращаюсь к Богу. О, если бы человек мог иметь состязание с Богом, как сын человеческим с ближним своим. Ибо ли там моим приходит конец, и я отхожу в путь невозвратный. Вот пишут опять же все эти Григория Великие угождение Богу. Этот возглас вместе с блаженным Иовом подходит и к каждому из нас. Ведь всякий, кто делает что-либо, дабы заслужить людской похвалы, ищет себе земного свидетеля, а тот, кто спешит угодить всемогущему Богу своими делами, помышляет о небесном свидетеле. Часто бывает, что бесполезные люди укоряют нас, укоряют нас даже за самые добрые дела. Но имеющий свидетельство на небесах не должен опасаться упреков людей. Имеющий свидетельство на небесах не должен опасаться упреков людей. Кто боится больше всего упреков людей? Тот человек, который ищет, значит, земного. Поэтому Григорий Двоеслов говорит, не надо бояться, потому что у нас есть свидетель наших добрых дел на небесах. Поэтому и сказано Иовам, многоречивые друзья мои, к Богу слезит око мое. Что еще подразумевается под «оком» как несердечное устремление? Как написано, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Евангелие от Матфея 6, 22. «Ибо если что-то делается с добрым намерением, то такое намерение пред Богом вряд ли очернится». Конец цитаты. Действительно. Ради чего мы делаем все? Так и говорит угождение Богу. Иов говорит, я угождаю Богу, а не человеком. Поэтому, о, вы, многоречивые друзья мои, которые стараетесь найти во мне только грех и только изъяны. Я обращаюсь к Богу, делаю добро. И Он указывает на то, свидетель Григорий, что необходимо делать добрые дела, как это сказано и на горной проповеди. Что пусть не знает твоя рука, левая рука, что делает правая. «Ну а если делаем добрые дела, то не ради похвалы, а ради того, чтобы прославить Бога». Тогда светит свет вас пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела. Но для чего? «И прославляли Отца вашего Небесного». Вот такая глава с таким содержанием. Спаси Христос.